Театр Вкуса Театр Вкуса Театр Вкуса разбросил камни, наше время их собрать, собрать возле своего погоста, возле своего дома, который, может быть, построил твой дед или прадед, а может быть, это ты сейчас построил, и есть надежда, что твой внук или правнук в этом доме будет тебя поминать. Ну, об этом, собственно говоря, наш проект. Я тут должен, да, перещелкивать, сейчас немножко, видите, несмотря на то, что занимаюсь театром, волнуюсь. Сейчас нажму кнопочку волшебную, да? Что я должен нажать? Стрелку, стрелку. Я нажимаю? А, вот, да. Перенажал. Вот, да. В 80-м году, я уже сказал, мои родители купили в Смоленской области домик в деревне, я в 86-м году, совсем юный мальчишка, влюбился в это место. В 90-м году мои родители решили стать фермерами. Если кто помнит, была такая волна фермеров, кооперации и так далее. Сылаевская. Ну, я не помню фамилию, да, я тогда был еще 10-летним мальчишкой, но в 10 лет я, московский мальчишка, абсолютно влюбился в деревню. Чтобы вы понимали, я учился за 10 километров от своего дома, то есть первый год я жил в интернате, это барак в районном центре, возле школы, где нет ни удобств, ни туалетов, ничего. Первый год я там прожил, это были 90-е годы, я про них могу такое кино снять, что некоторые фильмы отдыхают. Но я про это не хочу говорить, я хочу говорить о любви, о добре, о вере, потому что это созидает, а все остальное, мне кажется, нас разрушает. И вот потом я сказал, что я буду ходить пешком, то есть я посчитал, что я переходил Ломоносова в два раза, у меня тяги к знаниям были больше, но знаний было меньше. И вы знаете, в какой-то момент родители закрыли ферму, потому что рядышком в райцентре был сырзавод, это было городообразующее предприятие для местных ферм. Фермы стали закрываться, сейчас уже даже не осталось и островов от этих ферм, и мне приходится детям в поля показывать заросшие, вот здесь был телятник, здесь был скотник, здесь было еще что-то, это я говорил о совхозных, наша ферма держалась последней. И кто-то сказал, ну ничего, из моей семьи, может быть, будем сюда приезжать как на дачу. Дальше так случилось, что я выпускник стал выпускником Российской Академии Театрального Искусства, в общем, я что-то знаю про театр, я более 10 лет путешествовал по всему миру с одним российско-британским проектом, мы играли Чехово, Три Сестры, по всему миру, и часто играли в глубинки. Что меня поражало в глубинке, что люди там не хотят уехать в центр, они хотят жить в своей глубинке. И эта глубинка очень развита, ну с точки зрения быта, культуры и так далее. И мне что-то подобное хотелось сделать у себя дома. И тогда я приехал на свою дачу, где моя мама сказала, что ну Юра, вам ничего не надо, да, вот эта дача и так далее, я говорю, мам, я покупаю соседний участок заброшенный, и мы строим дом-театр для местных мальчишек и девчонок, почему мы решили построить дом-театр. Я пришел в школу, а я не знаю, ну знаете ли вы или нет, во многих школах стали прозрачные двери, чтобы можно было наблюдать, что происходит в классе. Я увидел урок географии и видел, как скучают дети. То есть они не верили учительнице, что существует этот мир. Я имею в виду о планете нашей. Они, ну я уверен, что существует Москва, существует их поселок, деревня. А я тот деревенский мальчишка, который видел Австралию, Новую Зеландию и так далее, и так далее, и так далее. И я увидел это благодаря театру, благодаря мечте. Это была моя детская мечта. И мне хотелось зайти в этот кабинет и сказать, ребята, а скажите, кто о чем мечтает? Это очень важно. О чем вы мечтаете? Потому что сейчас я вижу здесь не людей, которые дома создают, фермы, семьи. Они мечтатели. Они мечтают. У нас, может быть, не получится ничего. Но я уверен, что 99% мечтают, что наша страна будет прекрасной. Она будет гостеприимной. Она будет безопасной. А это происходит не только в мегаполисах. И хочется приехать в любую деревню России и сказать, неужели это так мы мечтали жить? Неужели наши бабушки и дедушки мечтали, что вот такие будут у нас деревни? Такие дороги, такие школы, такие законы, которые вы сегодня задали вопрос, что европейцы чувствуют себя здесь свободными, это парадокс. А мы иногда, кажется, как будто не свободны. Свобода внутри нас. Поверьте, мы живем в удивительное время, в удивительной стране. Здесь ничего нельзя. Все можно. Все можно, ничего нельзя. Я живу на земле. Я не знаю, на какой вы себе живете. Я... Нет. Нет. Вы даже построили театр. Вы должны изменить потенциал ее земли до какой-то общественной тематуры. Вы это сделаете? Конечно. Конечно. А смотрите, вот я продолжаю. Вот смотрите, у меня тоже борода стала сидеть. Вот смотрите, я продолжу. Я прошу прощения, сейчас можно я закончу презентацию. Мы потом, я уверен, что очень много поговорим, обсудим. Поверьте, я знаю о всех проблемах, которые есть вот на моей земле, с которыми я сталкиваюсь, сталкиваются те люди. Но что я хочу рассказать. Вот в какой-то момент я задал вопрос жителям своей деревни. А у нашей деревни есть праздник, ну то есть есть день деревни. Я стал поднимать историю деревни, деревне 300 лет. Представляете, она не вчера появилась, не позавчера, не 10. 300 лет там жили люди. Мы в архивы запрос сделали, узнали, кому она когда-то принадлежала, сколько было домов, что они производили. И я предложил людям отмечать день деревни. Деревня называется Петровки. Я подумал интуитивно, что скорее всего ее назвали в честь Петра и Павла. А потом выяснилось, что есть легенда, что названа она в честь Петра Первого, потому что у нас река в горе, а в горе втекает в Гжать, а Гжать втекает туда в северные потоки и строился Санкт-Петербург. И когда вы увидите город Гжацк, он же сейчас город Гагарин, вы увидите, что герб это лодка с товарами на реке Гжать. Сейчас эту Гжать можно переплюнуть, лодка с товарами станет мостом через эту речку. Лодки это были наши леса, которые делали из них, потом строился Санкт-Петербург. Это удивительно, я вам расскажу, когда к нам приехали из Санкт-Петербурга актеры, и кто-то из них говорил, вы знаете, какое-то прям родство, как будто у нас кто-то из предков отсюда. Я говорю, ну поищите, вы может быть и не знаете, кто знает, может быть кто-то из Смоленщины у вас там в Петербурге живет. Так вот, мы стали делать праздник, немножко сейчас сбили вы меня, но тем не менее я вернусь. Мы стали делать праздник раз в год, это называется День деревни, мы пригласили соседей, на первый праздник у меня пришло 15 человек, тут очень важно отметить, что я переехал жить в эту деревню. Это место моего дома, я дом свой сломал, да, и построил вот большой дом-театр, ну строю его до сих пор 10 лет. Мы пригласили соседей, на следующий год было 30 человек, потом 50 человек, в прошлом году более 200 человек, и мы не всех можем принимать, мы отказываем людям, говорим, друзья, у нас просто маленькая деревня. Деревня Нерезиновая. Да, 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 а вы тут понаехали, понаехали в деревню Нерезиновая. Но очень важный момент, что когда я переехал туда с семьей, с детьми, моя супруга актриса одного известного московского театра, первый вопрос это образование, медицина, так далее, так далее, так далее, много вопросов. Мы получили опыт образования в местной школе, потом решили попробовать эксперимент, перейти на домашнее обучение. Результат, поверьте, будет только через сколько-то лет, когда мы поймем по нашим детям, наши дети нам скажут, это был правильный эксперимент или неправильный. Но я знаю точно, что сейчас, через 10 лет, мои дети мне благодарны и моей супруге за то, что мы перешли на домашнее обучение, потому что общаясь, уже поступив в Москву со своими сверстниками, они сказали, пап, как здорово, что мы были дома и в семье, ты даже не представляешь, как они общаются, о чем они общаются, как здорово, что к нам домой приезжали интересные люди, как здорово, что были в фестивале, как здорово, как здорово, как здорово. Мои дети пытаются не материться, хотя их сверстники над ними смеются и говорят, почему ты не разговариваешь, как мы. Он говорит, а вы разговариваете? В этом есть тоже конфликт. Я не знаю, ему только 17 лет, а ей 12, а тогда им было меньше, когда они переехали в деревню. Так вот, что дальше? Это моя дочь бегает с козами. Что мы сделали? Моя супруга мне не поверила, что в этой деревне поселятся люди. Через примерно 4 года после того, как мы там стали жить на ПМЖ, к нам стали подселяться семьи. Сейчас у нас плюс 4 семьи, в деревне за последние 30 лет появилось 9 детей. То есть 30 лет в деревне не было ни одного ребенка. 9 детей. Не скажу, чтобы мы сильно просили, но нам помогла администрация сделать дорогу въезд. Мы сами убираем свою деревню, то есть мы установили мусорные баки, мы собираем мусор в лесу. И собирая мусор в лесу, мы даже знаем, откуда он там появился. Там тропочки до дома. Каждому человеку, кто почему-то это относил в лес, мы подарили бак для сбора мусора и пакеты. Сейчас пытаемся перейти на раздельный сбор мусора. То есть металл можно сдавать в металлолом. Как правило, мы даем людям, которые социально не обеспечены, мы им сдаем металл. Они его сдают. И поверьте, они иногда покупают еду. Это важно для нас тоже. Что еще важно? У нас появились животные в радиусе 6-7 километров. В начале было 5 километров, но, к сожалению, радиус увеличивается. В радиусе 6 километров ни в одной из деревень нету сельскохозяйственных животных. То есть ваш покорный слуга до недавнего времени держал самое крупное хозяйство в округе. Это две дойные коровы, несколько телок, бычков, несколько кокос и жители, то есть бабушки и дедушки. Не только театрал, но и фермер, да? Да, нет, чтобы вы понимали, что это не рафинированный. Перед вами стоит театрал, который ездит на фестивали, гастроли и так далее. Я это самое даю, я там приобрел, да я вам скажу больше. Я пытался местных жителей обучать, потому что ушел навык, это важно. Конечно, я могу поговорить и о глобальной проблеме, о разрушении цивилизации под названием русская деревня, крестьянская деревня. Конечно, ее невозможно воскресить, возродить без веры, потому что это тот стержень, на котором должно все держаться. И мне радостно, что у нас строится храм, восстанавливается храм, у нас построен культурно-духовный центр с химонахиней Макари, и люди, помимо того, что со всей России, это мотивация для местных. Местные как будто заснули. Это очень важно, пробудить этих людей. Они неплохие, они не идейцы, у которых мы за бусы купим их дома и так далее. Мы купим дома, чтобы им показать, что то, что у них осталось, они могут возродить. Я когда однажды общался на ВНХ с профессором из Венгрии, который сказал, у нас была заброшенная деревня, к нам приехали какие-то иностранцы, ну, да, из других стран и сказали, вы можете заниматься экотуризмом. Так вот, мы в свое время расписали программу не просто экотуризма, агротуризма. Да, вот местные жители знают, где грибы и ягоды. И мы им сказали, за условную денежку вы можете отвезти наших друзей в леса, показать, где ягоду собрать, где еще что-то. А можете собрать ягоду нам принести и нашим детям показать, на какую кочку можно наступать на болоте, на какую нет, где какая зверюшка и так далее, и так далее. В общем, это огромная программа образовательная и так далее, и так далее. Там непаханное поле, друзья. Если в городах уже все более-менее у нас хорошо, да, ну, по крайней мере, в крупных, вот, то деревня, она открыта для, боюсь этого слова, эксперимента, да, но она открыта для возвращения домой и для возрождения. Вот. Мне кажется, это самое важное, что сейчас исторически с нами происходит, когда мы осмыслим, вот эти все события, которые происходят, это импульс, очень мощный импульс повернуться к себе, потому что мы долгое время смотрели туда, как у них, как они, а вот вы были в Тоскане, как там делают пасту. Да мы были в Калужской области, там шикарно делают пасту, вот, только называется просто лапша. Лапшу. Да, просто лапша. Вот. И вы не поверите, их рвиоли, это наши пельмени. Вот. Поэтому это тоже все прекрасно. Сейчас я все-таки нажму слайды. Так. Вот. У нас тоже, смотрите, есть такая фотография. Это мы перед ковидом успели поставить спектакль с местными жителями. Федот Стрелец, удалой молодец. Основная концепция нашего театра, что мы местных жителей, не просто мы актеры-актерычи, да, играем для них спектакль, вот мы такие, знаете, белая кость, мы вас сейчас просвещаем, а вы вот тут смотрите. Ну, просто я думаю, что если вы не знаете историю русского театра, то русский театр появился как раз на даче в глубинках, и Антон Павлович Чехов, и Максим Горький, и даже Станиславский, у которого тут недалеко была родительская фабрика, делал театр с народом, с простыми людьми. И потом уже благодаря меценатам, Сави Морозову и другим крестьянам, на самом деле, вот старобрядцам, возродил частично нашу культуру и наш город. И мы вообще должны быть благодарны, по крайней мере, Москва, купцам, у которых, что там таить, крестьянские корни. Вот, все они и абрикосовые, и так далее, и так далее. Так вот, мы делаем спектакли с местными жителями, для них это большое событие, мы очень жалеем, что, к сожалению, мы не можем быстро построить театр, потому что первая строительная компания нам сказала, что за год мы все построим вам, и у нас был план на пять лет. Вот уже десять лет я со своей семьей строю дом-театр. Нам приятно, что в этом году официально нас зарегистрировали, и мы прошли определенные круги рая, чтобы попасть домой, да, чтобы зарегистрировать театр в деревне. И оказывается, это возможно. Нас зарегистрировали театр в деревне. Что? Мы получили статус автономной некоммерческой организации, потому что есть коммерческие, тут очень важно, у нас, наш театр, это некоммерческая история. У нас такая концепция есть, просто так и так просто. Просто так, это вы можете просто так прийти на спектакли, и так просто нас отблагодарить банками варенья, испеченным хлебом, печеньем и так далее. Мы со своей стороны, с артистами, которых мы приглашаем, мы, конечно, рассчитаемся финансами. Эти финансы мы зарабатываем в городах, когда мы приезжаем на гастроли, играем в спектакли, или для каких-то компаний, корпоративов мы играем, рассказывая в том числе о деревне, потому что концепция всех спектаклей. Ну вот, собственно говоря, если захотите нас поддержать, можете кликнуть и нас поддержать. Сейчас я быстренько, Борис, да, еще секунду скажу, что очень важно, что очень важно. Сегодня сказали про любовь, про внимание, у нас еще к этому добавляются две вещи, которые частью наших правил являются. Первое правило – чистые руки, чистая совесть. То есть важно быть честным. Это будет очень сложно быть честным, говорим мы нашим детям, но это важно хотя бы быть честным перед самим собой. Потом важное правило – все делать с любовью. Не важно, что вы делаете – дороги, экономические форумы, печете хлеб или играете в спектакле. Делать это с любовью, тогда это будет жить в веках. Если детям спрашивают, как это так, мы говорим – посмотрите на архитектуру, которая стоит столетиями, посмотрите на вещи, которые служат человеку столетиями и посмотрите все, что ломается. Это, как правило, все сделано без любви, только ради выгоды. Потом мы говорим нашим детям, то есть и детям, у которых есть дети, что важно, конечно же, внимание, потому что это важная часть любви. Внимание к деталям, к нюансам, но в первую очередь к человеку, с кем ты что-либо делаешь, а главное для кого ты это делаешь. И часто задавать себе вопрос – зачем? И четвертое наше правило – это терпение. Спасибо вам за терпение, что выслушали меня. Я окончил. Спасибо.